Привет, друзья! Я знаю, что все любят вкусно поесть, а если в красивом месте, то это двойное удовольствие. Но то, что испанцу хорошо, то нашему человеку смерть. И вы знаете, что традиционные испанские десерты мне не нравятся. Абсолютно. Поэтому я подготовила свой авторский список кафе с вкуснейшими десертами в Малаге. А также вы найдете места, где можно выпить вкусный чай не из пакетика. Чтобы у вас не было проблем в Испании, и вы никогда не говорили, что тут не найти чай, это только кофе. Ну что, поехали к моему списку? Мы сейчас находимся в самом культовом месте Малаге. Это центральное кафе. Кафе Централь. Здесь вы можете попробовать все виды кофе, которые есть в провинции Малага. В другой части Испании вы его не найдете. А также, конечно же, кофе предлагается и десерт, чуррак или завтраки. Приходите сюда и обязательно попробуйте. Давайте заглянем внутрь этого уникального места. Ведь кафе уже 101 год. Его история началась в 1920 году. А известность она получила в 1954, когда его владелец Хосе Прадо изобрел эту систему кофе, которая есть только в Малаге и провинции Малага. Хосе Прадо как человек практичный, особенно в послевоенные времена, когда всего было в недостатке, а особенно кофе. И чтобы угодить всем клиентам, он изобрел эту систему соотношения кофе и молока, и тогда вы получите напиток. Например, Нуби, облако, которое вы нигде больше не встретите. Даже если вы не любитель кофе, как и я, вы просто можете зайти внутрь и полюбоваться его красивым интерьером. Надеюсь, вы заметили, что на предыдущем кадре был сам Пикассо, уроженец Малаги. Сын основателя кафе немного его модернизировал под запросы туристов. Появились континентальный, английский завтрак, но также есть и малагийский. А теперь мы держим путь в очень классное кафе, которое находится в узкой улочке, о которой многие туристы не знают, либо не обращают внимания. Если вы смотрите на кафедральный собор, и море находится впереди, то вам нужно свернуть налево, чтобы попасть в улочку Сан-Августин. С нее открывается шикарный вид на собор, а также слышен звон колоколов, когда зовут на мессу. Если вы будете в Мандулусе и конкретно в Малаге, обязательно зайдите в Бритатерия. Бритатерия в испанский переводится как «чайна». Здесь огромный выбор чая. То есть вы идете на любой вкус, японский, китайский, различные смеси, а также тут вкусные десерты. Видите слева список на двери? Это список людей, которые ожидали свой свободный столик. Это кафе очень популярный. Посмотрите, какие красивые десерты с апельсином, шоколадом, просто шоколадные чизкейки, лимонные. Тут есть и веганские торты. Даже шоколадный брецель. И, конечно же, арабские десерты с Марокко. Они очень вкусные и калорийные. Улица Сан-Августин еще знаменита тем, что тут находится музей Пикассо. И каждое воскресенье после четырех вход бесплатный. Ну а теперь мы подошли к кафе с огромным выбором чизкейков. Или как в виспанских, тарта такие. Смотрите, из классических, синих, цирку, манчего. Это традиционный, из какого-то манчего. Также есть морковные и брауни, различные очень вкусные десерты. А также тут есть и, конечно, чай. Не такое большое количество, как тетеррии. Но также можете попробовать. Вот так чизкейки хранятся в холодильнике. Но очень аппетитно выглядят. Не правда ли? Хочу с вами поделиться русским кафе в Малаге. Оно называется Авокадо. И оно открылось совсем недавно. Где-то порядка двух лет существует здесь просто офигенные десерты. Если вы скучаете по родине, то можете найти Наполеон, Медовик, а также их авторские веганские десерты и другие. У них даже есть натуральные конфеты. А также офигенные завтраки. Приходите сюда обязательно и попробуйте. Мы сделали с вами круг по улицам и возвращаемся на площадь Конституции. Испании обратите внимание на сеть бастерлерий. Это называется Ля Канадка. Это типичная испанская сеть, но очень хорошая и вкусная. Она есть по всему городу. Даже в Малаге огромное количество. В центре я вам советую садиться, потому что огромное количество народу. Мы снимаем в пудний день и тут мало. На самом деле тут огромные очереди. Не сесть, но тут прекрасно есть балкончик. В чем плюс этого кафешки. Но также есть в парту, например. Там больше мест. Приходите, куда хотите. Продолжаем путь по бешеходной улице Кайлариус. Как видите, она уже украшена к Рождеству. Поставили Рождественскую арку, которая в конце ноября 26 числа зажжется. Это кафе с самым знаменитым мороженым Малаге. Год его основания 1890. Представляете? И здесь вы найдете самый известный вкус, который так и называется Малага. Это с ромом и изюмом. Обязательно попробуйте. Очень вкусно. Советую. Но помимо знаменитого мороженого, здесь также можно найти новогоднюю сладость Туроны, мед и вон даже фирменная кружка. 1932 год. Офигеть. Хорошо. Если вы были в Испании и не попробовали чуросы, то это большая ошибка. Когда вы приедете в Малагу, заходите в кафе в Кассо Арата. Ему очень много лет. Вкусные, обалденные чуросы. Это такие жирные пончики. И также берите горячий шоколад. Это, конечно, такая комначка жирная, после которой вы точно не похудеете. А пока мы шли к новому месту, я увидела новое граффити в стиле Пикассо. Как вам? Нравится? Проходим мимо новой блинной, Ля Креперия, но там я еще не была. Поэтому я рассказываю о тех местах, которые я лично попробовала. Это еще одно очень уютное, красивое место с потрясающими десертами, которое называется Dulces Dreams. На самом деле это хостел. Но меня сразу это место привлекло. Посмотрите на дизайн. Это все очень нестандартное испанское кафе. Я много раз говорила, что мне не нравятся испанские десерты. Как они их подают? Так просто сливки, либо джем. Сверху никакой красоты. А это кафе вас порадует, я уверена. А вот еще одно мое любимое кафе. Это чайная Эль Арен. Ей уже 22 года. Посмотрите, сколько табличек с рекомендациями. Она реально потрясающая. Здесь вы можете попробовать разные виды чая. Конечно же и марокканский, например. Или всякие там арабские, любые китайские. И тут их специализация это арабские десерты, то есть сморок обычно. Еще, конечно же, есть у них пироги. Насколько помню, их было немного. Это три шоколада, морковный торт и еще какой-то у них пирог. То есть у них немного их. Но если вы хотите попробовать настоящие марокканские десерты, приходите сюда и насладиться прекрасной атмосферой. Сейчас она, к сожалению, временно закрыта на ремонт, но она обязательно откроется. Друзья, я вам показала кафе в самом центре города. Вы также можете зайти на мой профиль инстаграм, закрепленный сториз, который называется «Где вкусно». И там вы увидите большое количество кафе, не только в Мауге, и в соседних городах с геалокациями и с красивыми фотками. Заходите, вы не пожалеете. Но еще я хотела дополнить список кафе, которые находятся не в центре города. Начнем с того, которое достаточно близко, рядом с портинг лес, называется «Эль регрессо». Хоть это и испанское кафе, но десерт там делала русская девушка Ольга. Десерт потрясающий, чего стоит только попробовать ее меренговый рулет. Он очень нежный. После этого кафе вы можете спуститься чуть ниже к реке. Есть такой кафе, который называется «Лиала Сене де Францис». Оно испано-русское, потому что владелец испанец, а его жена русская. И там кухня очень разнообразная. Там есть и кузинские, и русские блюда. И десерты, например, вы можете найти там сладкую колбаску. У кого он с Ольгей по России? Велкам! Следующее – это потрясающая испанская кондитерская. После нее, я беру свои слова обратно, испанцы тоже умеют делать красивые авторские десерты. Называется «Ньяндути» – «Вайдора Ортис». Заходить в нее и попробовать. Там не только десерты, там можно и перекусить. Но десерты потрясающие, тают во рту. Следующая кафешка, она находится уже далековато немножко от центра. Рядом с парком Уэллен. Называется «Шанау». Оно очень уютное. Там красивые резные столики, деревянные. Там чай, конечно, подают в пакетиках, но в чайниках. Но десерты вы там можете обязательно попробовать. Там же просто большое количество всяких напитков. Там всякие молочные коктейли, смузи, что вам нравится. Ну и напоследок я вам хочу рассказать еще два удивительных кафе. Первый из них – это грузинское кафе «Одиссей», которое находится рядом с парком в парке Эт-Эль-Уэсте. Хоть и грузинское оно, но десерты там все русские. То есть там есть торт «Медовик» и торт «Наполеон». Они очень вкусные, пальчики оближешь, я бы попробовала. И последнее кафе, которое я вам хочу рассказать, называется «Q-Pro-Co». Это кафе-библиотека. Оно уникальное. Больше его нет нигде в Малаге. Оно находится, правда, далеко от центра, в студическом районе Театинос. Оно просто идеально сейчас для осени. Там такая атмосфера классная. Приходите, заказывайте чай, кофе, десерт. Можете книжку почитать. Там даже есть пианино. Кто умеет играть, можете попробовать. Ну что, у вас разыгрался аппетит после просмотра столько красивых кафе? Если да, то приезжайте в Малагу. И если мое видео оказалось полезным и интересным, поставьте лайк. И подпишитесь на канал, кто еще не подписался. И я жду вас в следующем выпуске. Адьос, пока! Субтитры сделал DimaTorzok